так приветствую друзья как видно как слышно сегодня тот редкий случай когда когда все 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 с алексеем на месте но так будет не всегда ну что друзья сегодня 8 ноября 2017 года значит до экофеста осталось 234 дня друзья время летит не умолимо не пройдем не успеем моргнуть как говорится глазом и уже встретимся все с вами в горке опять на нашем празднике это уже будет далеко за 10 тысяч человек соответственно мы с вами много что увидим много что услышим много на чем покатаемся вот поэтому здесь уже процесс друзья идет идет неумолимо и вспомните как первый раз начали отсчитывать мы вели эту традицию за 100 дней до кофе 100 2017 года вот как они пролетели друзья уже и эти 100 дней и самый кофест и эта встреча и эта работа и сегодня уже 234 дня друзья тоже уже 120 дней в этом году поэтому все все пройдет и все будет очень быстро и очень хорошо но друзья мы алексеем вот по средам несколько изменили формат работы мы вам говорили об этом мы убрали сейчас юниска и вебинары вечерние не потому что нет вот рик постребленности в этой информации просто технически сегодня очень сложно вести одновременно в комнатах чтобы одновременно технически были реализованы и звук и изображение и демонстрация роликов и наших западных коллег очень сильно именно напрягал тот момент что что приходилось постоянно быть в этой технической зависимости мы пытались одновременно и семь комнат проводить это максимальное количество кабинетов которые включали но каждый раз друзья к сожалению пока мы технически с этим не справились а сервисы который может дать нам одновременно перевод на 11 языков на какие у нас есть заявки мы пока организовать не смогли youtube здесь не подходит потому что трансляция а потом в youtube и задержки идут от 10 до 40 секунд поэтому невозможно одновременно поэтому мы с алексеем применили очень интересный на наш взгляд сейчас технический такой момент что мы проводим дневной вебинар по тем тезисом который мы хотим основных информации донести дальше у нас уже группа техническая сегодня который сразу же его весь раскладывает тезисом мы дополняем это уже теми выкладками которые хотели бы туда вставить туда добавляются все ссылки и все фотографии все ролики и таким образом он и выкладывается в наш ресурс русскоговорящий и тут же переводится на все языки сегодня это уже 14 языков где у нас будет работать соответственно такой информационный ну как новый листок боевой листок можно сказать что будет теперь выходить регулярно и он будет информативный более чем даже некоторые вещи которые идут на вебинаре поэтому я думаю что каждый даже кто был на вебинаре вы все равно с удовольствием его пролистаете просмотрите потому что там будет более расширенный там будут некоторые вещи которые на вебинаре упоминаются вскользь или идет ссылка на какие-то материалы то есть когда просят потом дайте ссылку на тот или иной ролик на фотографию на ту или иной материал то в этом конспекте вебинара это все уже будет обязательно поэтому будет считаем что очень такой материал для работы соответственно он очень будет хорошо переводится а встречу для наших европейских партнеров мы будем все-таки переносить больше на конференции потому что у нас практически каждую неделю идут конференции во всяком случае я уже седьмую неделю подряд сейчас участвую во всевозможных конференциях вот и буквально только прилетел из Кракова где прямо в пригороде Кракова в городе там очень красивейшим величка провели хорошую такую хорошего уровня европейскую конференцию это первая конференция в Польше вот на следующей неделе мы с Алексеем будем в Чехии опять в Брно проводить с нашим другом и партнером Франтишеком и там как раз больший уклад уже будет попросили именно сделать на крипто направление но то что сейчас готовится программа по крипто платформе блокчейна в проекте SkyWay мы это будем больше освещать поэтому естественно друзья что все эти материалы есть будут во всех наших чатах они все будут законспектированы и во всех ресурсах которые есть это материал есть поэтому друзья изучайте смотрите и тут сейчас очень много друзья задают вопросов мы даже на них не обращаем внимание придет время вы все увидите все узнаете сейчас информация которая раскрывается она раскрывается первое очень дозированно и мы не раз друзья предупреждали что даже название которое мы ввели SkyWayCoin и SkyWayPlatforma это рабочее название и это оказалось не зря на позапрошлой неделе на листинге уже пошли именно SkyWayCoin и перед этим пошли SkyCoin и вот то есть народ не дремнет это пытается сразу сделать скамы но друзья это нас нисколько не волнует это ну скажем так рабочий процесс и когда мы подготовим ничего не будет сделано тайно мы предварительно запустим все обсуждение мы запустим всю работу связанную с именно разъяснением того что мы делаем с широким обсуждением так называемой белой бумаги или именно пошаговой пошаговому развитию как будет этот проект двигаться поэтому друзья все это вы сейчас увидите я друзья буквально сейчас в трех словах еще раз обобщу то что и сейчас уже идет на каждой конференции чтобы было понятно почему друзья мы стоим сегодня на новом этапе развития проекта ну во первых из последних новостей которые обычно всегда очень интересные всегда это те встречи и направления которые идут в головной компании в экотехнопарке в данный момент вот прям сейчас генеральный конструктор инженер юнитки находится в экотехнопарке с делегацией миита это московский институт инженеров транспорта древнейшее и старейшее инженерное транспортное учреждение москвы это ведущий научный центр в области транспорта который обобщает и соответственно всю научную транспортную теорию отношения юнитского смитом очень непростые очень интересные сначала полного неприятия когда не давал отрицательные заключения потом до такого осторожного присматривания потому что вы делаете и сегодня друзья наконец вышли на новый уровень когда юнитский общается с руководством миита именно как с научной организацией который он как автор нового инженерного концепта показывает то что он реализует и друзья здесь уже со стороны мид надо быть идиотами чтобы говорить что этого не существует или это ерунда что здесь нет никакой науки потому что все видят что сейчас происходит и очевидный интерес и по всему миру бизнеса и сегодня уже с развитием проекта уже идут развитие сети адресных проектов поэтому естественно что не так как они весьма грамотные образованные люди они уже с точки зрения или на теории транспортной науки подходят к тому что сегодня происходит и буквально к транспортной выставке транспорт россии 2018 года который будет 6 7 8 декабря в манеже рядом с красной площадью соответственно они будут делать заключение на струнный транспорт юнитского на skyway то что идет под брендом skyway и готовится уже непосредственно подписание соглашения и не исключено что оно будет подписано прямо на этой транспортной выставке в присутствии министра транспорта вице-премьера шувалова соответственно между генеральным конструктором юнитским и директором институтом соответственно мы во всяком случае надеем это единственное соглашение которое мы сейчас можем озвучить получится не получится опять же друзья как понимаете мы всегда относимся к этому абсолютно спокойно еще сегодня готовят также готовятся ряд соглашений с мэрами и с губернаторами но вот с кем мы уже готовим здесь друзья по понятным причинам а тут пишут гостиным двором гостиный двор манеж в гостином дворе да это который привлекает красной площади к сумму абсолютно абсолютно точно не в манеже в гостином дворе татьяна пишет не по моему он так и называется во всяком случае когда я присутствовал в комитете то раздали что это манеж в гостином дворе поэтому я абсолютно считаю что это манеж гостином дворе может быть я ошибаюсь но тогда вы можете меня можете меня поправить. Поэтому, если манеж и гостиный два разные, ну может быть, друзья. Не буду говорить, если это действительно принципиальный момент, то не будут сам. Но называется, да, это манеж с другой стороны. Ну может быть, друзья, давайте. Да, вход будет бесплатный для большинства посетителей. Там будут специальные дни, когда будут работать для специалистов. Это, по-моему, 4-го, 5-го декабря, 6-го, 7-го, 8-го будет открытый вход. Единственное, что нас сразу предупредили, что будет посещение первых лиц. Это и президента, и премьер-министра. И когда это пока не согласовано, до нас не доводили, поэтому на время их посещения выставка для общего пользования будет закрыта. Поэтому к этому надо быть готовым, что если вы придете, а объявят, что выставка на сегодняшний, там, в такой-то период не работает, то, ну, или точнее закрыта для общего посещения, то это буквально полтора-два часа, и дальше время будет работать. Работать она будет с 10 до 6, с 6, 7, 8 декабря. Поэтому, друзья, на стенде будет весь практически директорский состав Skyway Capital, будут представители головной компании, периодически на стенде будет сам инженер Юницкий, когда будут именно проходить определенные встречи. Там будет очень интересная организация самого стенда. Я могу сказать, что стенд будет очень оригинальный, у нас будет очень оригинальный офис. Все-таки, друзья, надо уточнить, все-таки это гостинный гор или манеж. Я его всегда назвал манеж, а теперь он засомневался, когда сказали это. Ну, давайте уточним. Вот, по-моему, это гостиный гор, да, гостиный гор, да, который примыкает к сумме Красной площади. Да, манеж, он с другой стороны, он со стороны Боровицких ворот, точно. Вот, гостиный гор, Вадим, все, точно выяснили. Значит, в гостином дворе расположение в этом году нашего стенда будет таким образом, что пройти мимо него невозможно будет, то есть наш стенд, на котором будет находиться наш красавец Юникар, он будет стоять прямо у входа, поэтому если первые лица все-таки в этот раз посетят эту выставку, то мимо Skyway они пройти просто не могут, не смогут, поэтому они могут пройти не остановиться, это, друзья, все возможно, но не пройти мимо нельзя, потому что это будет на входе. Поэтому там будут работать специалисты конструкторского бюро, будет модель 1,50 подвижного состава, вот, поэтому, друзья, там есть, что посмотреть, во-первых, оригинальную машину Юникар, который, как всегда после этого, буквально в ближайшее время встанет на ходовые испытания. Действующие модели и подвесного городского, и скоростного модуля, будет большая панель, которая будет показывать уже и ролики испытаний, и сертификаций, кстати, по сертификации тоже могут задавать вопросы, что сегодня вышли на завершающую стадию, и сегодня именно сертификация подвижного состава уже стоит на финишной прямой, именно это Юнибайка и Юнибус. Вот, поэтому это тоже еще на выставке, скорее всего, будет обучено перед руководством транспортной отрасли и перед руководством страны. Поэтому на выставке, естественно, будет и Алексей Суходоев, буду я, будет очень много гостей с различных регионов, мэров, губернаторов, руководителей отраслевых всевозможных институтов и организаций. Поэтому там будет, во всяком случае, те, кто интересуется Skyway, те, кто интересуется будущим транспортом, будет очень полезно и очень интересно. Там всегда можно прямую задать вопрос. Естественно, что один из вебинаров в среду, который будет у нас, получается, 6-го числа, ну, если опять же нам никто не сорвет этот вебинар посещением там первых лиц, то мы с Алексеем обязательно его проведем прям, как всегда по традиции уже, из подвижного состава, то есть из Юникара, вот, который стоит на выставке в гостином дворе. Поэтому это тоже друзья, естественно. Поэтому всех приглашаю, я думаю, что это будет очень полезно и интересно. И второй очень важный момент, что у нас 9-го и 10-го будет конференция нашей Skyway Капитала, вот, который будет проходить у нас в Измайлово в комплексе. Мы там уже не раз и не два проводили конференции. Народу тоже будет очень много, поэтому будет возможность и обсудить, соответственно, и итоги выставки, и итоги года, потому что это 9-е, 10-е декабря. И, скорее всего, мы там подойдем уже к очередной смене этапов развития. Во всяком случае, это будет уже очевидно, в какие сроки это будет происходить. Поэтому, друзья, рекомендую тот, кто собирается приезжать на конференцию 9-го, 10-го декабря в Skyway Capital, еще один день или полдня выделить для того, чтобы посетить выставку, транспортную выставку, для того, чтобы поддержать нас, для того, чтобы своими глазами увидеть Unicar, который стоит так же, как на Инотрансе, Unibike, Unibus, перед ходовыми испытаниями. То есть это не макет машины, а реально машина, которые готовятся к испытаниям, для того, чтобы своими глазами и руками почувствовать то, что мы с вами создаем, и для того, чтобы почувствовать атмосферу. Здесь, друзья, я забегаю несколько вперед, но это будет, друзья, абсолютно очевидным, что ничего более интересного, чем Skyway на этой выставке не было и не будет. А с учетом того, что мы переходим к новому этапу уже сейчас формирования реальной научной теории и реального научного направления, это мобильность 5.0. На прошлой выставке транспортной только первый раз зазвучало, и мало кто понял у транспортников, что такое мобильность 4.0. Мы тогда уже заявили, что Skyway реализовал концепт движения 4.0, то есть это безопасное 100%, экологичное 100%, автоматизированное 100% движение. Вот о том, о чем сегодня транспортники даже не могут себе мечтать и позволить. И за этот год, друзья, мы перешли на следующий концепт, мы вышли на мобильность 5.0, и сегодня из транспортной науки, из транспортной сферы они даже не могут понять, о чем мы говорим. И здесь как раз мне интересно было общаться и со специалистами из МИИТа, и со специалистами с Минтранса, когда у нас там будет как раз цифровая экономика, секция, где мы с Алексеем будем выступать. Соответственно, тема доклада, которую они обозначили, я говорю, это мобильность 5.0. Честно говоря, транспортники не могут понять, что это такое. Что такое 5.0, если сегодня не решен проблема 4.0. Я им говорю, друзья, сегодня система, ну, чтобы было понятно, друзья, буквально в двух словах, что мобильность 0.0, это когда человек ходил пешком. Мобильность 1.0, когда человек сел на лошадь и стал применять специальные средства для перемещения по поверхности Земли. Мобильность, соответственно, 3.0, когда появилась телега, и в эту телегу поставили двигатель, соответственно, появилась паровая машина, потом двигатель внутреннего сгорания, потом электрические всевозможные варианты. Это мобильность 3.0, это сегодняшняя составляющая. Потом, когда появилась уже информационная система, компьютеры, спутниковая мобильная связь, интернет, то попытались использовать все блага этой цивилизации для того, чтобы сделать движение более безопасным, потому что сегодня перемещаясь, вот отличный слайд сейчас стоит, сегодня перемещаясь в пространстве, мы на самолете, на машине, на велосипеде, мы подвергаемся большой опасности, потому что мы взаимодействуем с машинами окружающей среды. По сути дела, сегодня города и населенные пункты превратились для автомобилей, а не для людей. Людям опасно там ходить, им надо делать определенные зоны. Соответственно, сегодня применить информационные технологии для того, чтобы сделать более безопасную систему движения и, самое главное, экологическую, то есть не сжигать эти миллиарды тонн нефтепродуктов и не выкидывать их сегодня в атмосферу. Вот это задача, которую сегодняшняя наука и инженерия пытаются решать. Пытались запустить роботов на дорогу, вы много слышали о роботах или автоматизированном системе, которые сегодня есть. Но кроме того, что огромное количество датчиков, связь между самими процессорами, которые обмениваются информацией и в автомобиле, и со светофорами, и с переходами, и с шлагбаумом для того, чтобы это все как-то обезопасило движение. И, соответственно, эта экологичность, то есть гибридные двигатели. На этой неделе появилась информация, что японцы запустили уже серийные автомобили с водородными двигателями, то есть на топливных элементах, которые получают электрическую энергию, которая минует сегодня цикл сгорания углеводородов. То есть это тоже уже направление именно 4.0. Так вот, друзья, еще год назад на прошлой выставке мы говорим, что мобильность 4.0 Skyway уже решил. Мы им показали испытания юнибайков, мы показали испытания юнибусов, соответственно, показали всю путевую структуру, но прошел год, и сегодня только первые шаги по первым адресным проектам, а наука пока не сделала активный, скажем, шаг, что она это поняла. Так вот, сегодня на этой выставке, на, соответственно, этой площадке будет заявлено о том, что мы переходим к концепции 5.0, то есть когда уже не просто у нас автоматизированное, безопасное, экологичное и роботизированное движение, мы еще и переходим к концепции мгновенного перемещения, когда вы можете перемещать и работать в интернете, перемещаться и заниматься спортом, перемещаться и просто элементарно спать, перемещаться и в это время наслаждаться видами и обедать или там есть пиццу и кока-колу мою любимую. Вот, соответственно, это, друзья, уже мобильность 5.0 и сегодня мы науке, особенно МИИТу рассказываем, что, друзья, вы настолько отстали от жизни, что мы уже реализуем проекты, а вы даже не можете своим студентам рассказать о том, что сегодня происходит в мире транспорта. То есть вы находитесь сегодня даже не в прошлом, а позапрошлом веке, если говорить о именно как этапах развития транспорта. Так, более того, мы сейчас вот то, что мы вам доносим и делаем, то есть переходим к использованию уже элементов цифровой экономики, то есть когда вводится единая система учета и расчетов, когда система программирования и система учета с использованием блокчейна позволяет нам уже создавать оцифрованное пространство, как мы его называем уже транснет-спейс, так это уже мобильность 5.0, когда вы еще перемещаясь, находитесь в едином уже транспортном и едином пространстве транснета. Так вот, этого понять уже может сегодня вообще единицы. Поэтому мы движемся, мы делаем, мы рассказываем, мы говорим о том, что, друзья, это не просто наша прихоть, о том, что мы хотим оцифровать или мы не то, что хотим сегодня ввести блокчейн для расчетов. Это, друзья, веление времени. И если бы кто-то сказал, что мне не нужен компьютер, ну там какой-нибудь бухгалтер говорит, я на счетах считаю, мне для этого не надо, но проходит время и сегодня без использования компьютера, без использования, допустим, там один из бухгалтерии, сегодня ни одно предприятие, ни один бухгалтер существовать не может. Поэтому сегодня хотим мы не хотим, используются эти технологии. Точно так же, кто бы сегодня не говорил, что меня не интересует криптовалюта, мне не интересует криптоплатформа, меня не интересует, друзья, придет время, можете просто поверить нам на слово. Вы всем будете пользоваться, вы все будете в эту систему включены и все будете участниками этого процесса. Хотите вы причем этого или не хотите. И то, что сегодня компания Skyway, которая находится на острие инновационных транспортных технологий, мы сегодня тягиваем в себя все, что есть самое передовое. И это и новые материалы, и я могу сказать, что на прошлой неделе мы были в Экотехнопарке, в большой делегации с Алексеем, и с Дмитрием Владимировичем Терехиным, одним из первых. И обязательно в листе покажу его фотографии. Это человек, который инвестировал более 17 лет назад более полутора миллионов долларов. И когда говорят, что если у вас крупный инвестор, а кто-то пришел или кто-то не верит, друзья, всегда показывайте фотографию Терехина и говорите, что вот Дмитрий Владимирович Терехин, который, а вот, спасибо, Алексей, это самое, вот фотография, видите, где ЗИЛ стоит наш дедушка Скайвея, и посередине стоит Насонов, это замминистра транспорта, справа от него стоит Юницкий, и слева Дмитрий Владимирович Терехин. Вот так вот, друзья, это человек, который 17 лет назад инвестировал полтора миллиона долларов, и благодаря этому проект очень и очень активно развивался. И сегодня он также продолжает работать в проекте. Естественно, друзья, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он один из крупнейших сегодня и акционеров, и партнеров Скайвея, потому что за это время он накопил довольно-таки приличный пакет, и сегодня он активно работает и в нашей команде, скажем так, та, которая занимается именно криптоплатформой, и то, что сегодня занимается именно созданием инвестиционных направлений и инвестиционных фондов по всему миру, и развитие сети адресных проектов, потому что это довольно очень крупный бизнесмен и, соответственно, очень серьезный такой партнер и товарищ там для нас, для всех. Так вот, друзья, когда мы были в эко-технопарке, и я могу сказать, что с удовольствием, что первый раз мы прям там и остались ночевать в этом комнате отдыха рядом с камином, и провели такие переговоры, там почти полночи, вот, и Юницкий, как всегда, опять раскрыл несколько технических новых решений, от которых, друзья, ну просто захватывает дух, и я могу сказать, что я это много раз повторял, и еще буду повторять, потому что, друзья, это основа капитализации нашего бизнеса, что я знаю 17 лет Юницкого, каждый раз, когда он мне показывает новые решения, я не перестаю удивляться, он меня каждый раз удивляет. Здесь, друзья, как вы можете себе представить, когда путевая структура для Юникара, вот этого трехсекционного, а он может быть семисекционным, путевая структура будет не больше двух спичечных коробков. Вот реально он прям показал вот такая вот путевая структура. Как и что будет делаться, друзья, я не буду об этом рассказывать, но поверьте, это впечатляет. Что такое такая путевая структура? Это через 15-20 метров вы ее не будете уже видеть, то есть фактически это будет перемещение над землей, но по жесткой, деперминированной системе и с очень простой и четкой, понятной системой управления. Вот поэтому на сегодняшний момент мы являемся свидетелями развития новых направлений. Мы сформулировали и сейчас вот уже с МИИДом обсуждается и делается. Это теория, это наука, это мобильность 5.0, это уже мобильность 5+. Это демонстрация и 4, и 4+, которые у нас идут как промежуточные, и это, друзья, уже существует. Если бы мы говорили, что это мы хотим создать, это одно. А сегодня, как буквально перед вебинаром, мы с Амдулячем разговариваем, говорят, ну сейчас МИИД будет кататься в Денибайке, так сказать, это и после этого пускай рассказывает, что этого нет или что с точки зрения теории это здесь чего-то не существует. Поэтому это, друзья, тоже очень такой важный момент. Буквально позавчера уехала делегация Арабских Эмиратов. Опять же, друзья, как вы понимаете, я не могу, как всегда, говорить, что кто приезжал, о чем договорились, кроме общих фраз, что серьезные переговоры в трех направлениях. Это и инвестиции в Экотехнопарк, и инвестиции в адресные проекты, и вхождение партнерами именно в то направление, которое мы сейчас создаем. Поэтому это члены королевской семьи, это действительно высший уровень элиты арабского мира, и они были абсолютно удовлетворены тем, что они видели, и это дальше такая очень и очень серьезная работа. Поэтому здесь, друзья, я могу сказать, что если кто-то говорит, что общие слова или конкретики, большего вы, друзья, от нас на данном этапе не услышите. Поэтому здесь момент такой, что можно об этом говорить или не говорить, но сам факт, что эти переговоры идут, сам факт, что эти люди приезжают, зачем нам сейчас это скрывать. Тем более, что когда придет время, то ценность этой информации будет в том, что мы просто будем показывать всю хронологию, как приезжали, что обсуждали, и что это родилось не в один момент и не в один месяц, что это длительная работа, это многочисленные переговоры, это десятки визитов и туда, в Арабские Эмираты, и визиты сюда в Экотехнопарк. То есть, друзья, это кропотливая повседневная работа, которая даст очень серьезный результат. Это единственная цель, друзья, зачем это озвучивается и почему говорится, что эти визиты идут. Поэтому дальше от головной компании будут и, соответственно, репортажи и пояснения той необходимости, которая есть. Поэтому это, друзья, тоже вы все увидите. И в завершение я могу сказать, что, друзья, буквально на наших с вами глазах, буквально за последний месяц сформировалось еще одно очень серьезное направление и транснета, и Skyway как такового, о чем раньше не озвучивалось, хотя раньше мы вам это показывали и рассказывали. Это и охранный модуль, который выполняет свои функции, и, соответственно, модель подвижного состава 1 к 20. Вот так вот, друзья, что на сегодняшний момент уже можно четко говорить и показывать, что это не просто подвижной состав или это не просто модель, это отдельное огромное направление капитализации транснета. Естественно, что это называется Unibot, то есть так же, как есть Unibike, Unilet, Unibus, Unicar, то это весь свой блок, то есть это более уменьшенная система с точки зрения перевозки, она перевозит до 100 килограмм, но это новое направление Sky Service. То есть это то, над чем бьется сегодня и Amazon, и Alibaba для того, чтобы сделать автоматизированную доставку потребителю тех или иных услуг. Соответственно, это позволяет в десятки раз, друзья, капитализировать и те обязательства, которые есть, и SkyWay в целом. И самое главное, друзья, тут уже мы с Алексеем были абсолютно свидетелями, когда Юницкий принял и увидел перспективность идеи именно Unibike, он сказал, что через две недели вы увидите и чертежи, и прототипы, а через четыре месяца мы увидели машину. Соответственно, сейчас, когда мы обсуждали вопрос о том, что система будет более устойчивая и более привлекательная с точки зрения капитализации, если будет еще одна система доставки более мелкая, то вот эта знакомая улыбка от Юницкого, когда он сказал, я знаю, как это сделать технически, без удорожания путевой структуры. И поверьте, что вы удивитесь. Поэтому, друзья, я не могу сказать, как это будет выглядеть, потому что Юницкий очень много чем удивляет, но в эко-технопарке мы с вами увидим уже, друзья, именно работающую систему, когда можно будет роботу заказать доставку, будет робот изготавливать и робот оказывает услугу. И вся эта система будет продемонстрирована, друзья, именно 7 июля 2018 года на Экофесте в Марьиной горке. Поэтому, друзья, это тоже очень интересный момент, это тоже очень интересный факт. И это прошло несколько, друзья, так уже обыденно, потому что для нас это происходит постоянно, но с точки зрения именно работы всей системы Transnet Space, со всех видов услуг, которые оказывают и транспортные, и теперь сервисные, и торговые, это, друзья, конечно, еще одна революция, которая нас ожидает. А с учетом того, что все это накладывается на единую систему учета, на единую систему расчета с помощью нашей единой системы блокчейна, которая сейчас создается на платформе Skyway, то это, друзья, конечно, неимоверные горизонты, которые у нас в ближайшее время будут открывать. Ну, друзья, давайте на этом я передаю слово Алексею. Вот, соответственно, в конце я буквально несколькими фразами, как всегда, подведу итог. А Алексей больше у нас сегодня именно и специализируется и показывается. Я действительно могу сказать, что, наверное, профессионалов такого уровня в блокчейне сегодня действительно очень и очень мало, а точнее их, наверное, единицы. Но, друзья, опять же, я могу сказать, что это неимоверная работа. То есть мы реально времени на это тратим по 7, а иногда по 10 часов каждый день. И это очень серьезная работа, которая сегодня делается и очень большим коллективом. Результаты, которые сейчас частично расскажет Алексей, а частично мы будем с вами раскрывать по ходу развития проекта. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Рады видеть на единственном уже сейчас вот остался вебинаре в среду, вечерний у нас не будет. Вместо него, как мы уже неоднократно отмечали, будет именно такой боевой листок выверенных, проверенных нас лично с Сергеем Анатольевичем тезисов, что формируется в такую стенгазету. И я хотел бы вкратце остановиться на том, что прошло за эти недели, за эту неделю непосредственно в проекте Skyway и вторая часть этой, естественно, блокчейн направление, которое не может развиваться без связки с Skyway, а Skyway наоборот может. И абсолютно сейчас триллионный рынок может сформироваться и без блокчейн. Но это еще больше ускорит и капитализацию, и развитие, и эффективность функционирования технологии, и ее безопасность. Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, что у нас продолжается действительно сейчас вот шествие по мировой сертификации. То есть были получены очень серьезные сертификаты именно на китайском пространстве. И это говорит о том, друзья, что сейчас на самом деле, когда подвижных средств и транспортных модулей, причем в нескольких вариантах у нас получены сертификаты, вот самые главные любители копировать и так далее, им будет намного сложнее это сделать, потому что сейчас это все запатентовано и, соответственно, получены сертификаты. Патентное ведомство Китая выдало три сертификата на уже зарегистрированные промышленные образцы. Я могу сказать, что это действительно такое вот мировое шествие сертификации. И если бы все это продолжалось и осуществлялось только на территории Беларуси, наверное, это было бы неправильно. Потому что параллельно адресные проекты, сеть адресных проектов у нас развивается и будет развиваться, друзья, именно по всему миру. Именно запараллельно и одновременно во многих точках земного шара. Напоминаю, что ранее были получены японские сертификаты, австралийские сертификаты и, собственно, я думаю, что еще многие сертификаты будут получены, те, которые необходимы в применении и в развитии нашей технологии. Также сертификат экологического менеджмента был получен. И это очень важная составляющая. Друзья, наверное, сейчас вот стоит отметить, что вообще Skyway как основа и главная составляющая, как шестого технологического уклада, формирующего единую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную, социальную, финансовую, сервисную и сельскохозяйственную, совмещенную абсолютно с экологическим направлением сеть. Это, наверное, фактически всеобъемлющий на сегодняшний день рынок той технологии, которая действительно в себе все объединяет. Поэтому неспроста именно слоган криптоплатформы был выбран, что мы должны объединиться. Ранее вы помните первые такие слоганы Transnet и так далее, что мы объединяем мир. Потом было добавлено, что объединять мир – это работа наша. И сейчас действительно такой вот слоган, не спрашивающий, а действительно такое вот… Есть такое словосочетание в английском глагол must. И это не have to, что следует, подумаем и так далее. Обязаны, должны. Каждый живущий сегодня на планете Земля обязан об этом подумать, потому что это всеобщие проблемы, которые коснутся абсолютно каждого. Это не те проблемы, о которых нам рассказывают и пытаются захламить мозг про Йеллоустонский вулкан, про электромагнитные… про вспышки на Солнце, про электромагнитные… про бури различные и так далее, про влияние электромагнитных полей, в Wi-Fi, как вот в чате писали про вред Coca-Cola. Это достаточно более серьезные аспекты. И как вы понимаете, действительно вот легкими планеты в этом плане является все зеленое, составляющаяся зеленая экология. И зеленая энергетика также должна формироваться. Все это уже формируется внутри сети Transnet. Поэтому экологический сертификат именно системы менеджмента. Это огромнейший шаг и был получен как международный. Сейчас вот на национальном уровне будет получен сертификат. И без этого сертификата на сегодняшний день многие тендеры просто не выигрываются. Поэтому руководство компании, генеральный конструктор, генеральный директор, зам генерального директора по развитию и все руководители отделов, которые действительно задействованы в самых важных направлениях, в курсе, понимают в каком векторе развивается компания и что делать далее. Это касается, наверное, всех аспектов, друзья. И подготовка к выходу на IPO. То есть в этом плане работа несколько, можно сказать, предопережащая ведется и подготавливается. Но, друзья, никто не знает, что когда мы будем выходить на IPO, будет востребовано IPO или нет. Но такие задачи, такие проблемы, как именно получение технических условий на три различных типа грунта. И фактически действительно сейчас описано, подтверждено, что мы, друзья, являемся соинвесторами, со владельцами, приобретаем именно обязательства, которые в будущем при получении первых прибыли от головной компании. И многие путают прибыль именно от адресных проектов, поступлениями платежей. И все-таки мы в первую очередь должны понимать, что зао струнной технологией является Research and Development Company, то есть научно-производственной компанией, именно проектным институтом сейчас в общепринятом таком плане. И мы будем являться именно генеральным подрядчикам исполнять работы, которые заказывают и, соответственно, от этого получать прибыль. А в тех проектах, где заложено royalty и процент участия, также получать прибыль непосредственно от адресного проекта. Но многие путают с тем, что будет получать прибыль компания только после того, когда начнется именно такая вот уже сверх окупаемость адресного проекта. Через несколько лет после того, как это будет все введено в эксплуатацию, это абсолютно неправильно, друзья. И меня лично поражает тот факт, когда Анатолий Эдуардович не просто произносит, а сейчас зафиксировано в виде технических условий, что будет тип грунта, который позволит применять именно совершенно новые составляющие, то есть уголь, допустим. И это все исходит из той логики, что технология SkyWay это действительно экогенная технология, которая даже может цикл сформировать безотходного использования всех материалов в угольной промышленности, та, которая на сегодняшний день очень серьезно вредит нашему современному миру. И это, друзья, те вопросы, на которые сегодня ставит ответ, заставляет ответить человечество современная наука, современная венчурная составляющая, то есть многие пытались запускать подобные проекты, но они не были распространены. Именно по той причине, потому что все должно быть объединено внутри единой действительно сети на основе технологии прорывного транспорта второго уровня, который будет осваивать и Арктику. И Анатолий Эдуардович сейчас так вот в шутку, но в каждой шутке есть доля правды, друзья. Если Маск говорит, что полетели на Марс и футболочки там выпускает, различные кружечки, то есть я могу сбросить, не знаю, Илона или кого-то из именно менеджеров этого направления, этот аккаунт. Но меня всегда радует в Инстаграме аккаунт, где продаются брелочки с Марсом, кружечки там и так далее. То есть вот даже на этом пиар. А у нас другой ответ. Почему бы не освоить Арктику? И технология Skyway это действительно ответ на освоение Арктики с полной публикацией, друзья. Ознакомьтесь, пожалуйста, вот по этой ссылке. Я думаю, что все смогут прочитать. И вот именно натолкнул возобновить эту тему Иван Сидельников. Это близкий друг, товарищ Сергея Анатольевича Собирякова в первую очередь. И я также вот с Иваном знаком. Не очень хорошо, но лично мы знакомились. Я понял, что это действительно человек глубокомыслящий. Это один из тех визионеров, который также как губернатор Красноярского края ранее поддержал много лет назад технологию Skyway и сделал доклад Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Так же, как и многие те, кто за много лет назад до сегодняшней воплощения в реальность технологии поддержали технологию и поддерживают до сих пор. И, друзья, действительно, вот сейчас формируется то направление, которое дополнительное. Оно венчурное. Я могу сказать, что это венчур-венчуре, друзья. Это как матрешка венчурная действительно. То есть многие люди, с которыми я общался на конференции в апреле. Это первая блокчейн-конференция. Сейчас про это можно говорить. И моя цель была именно знакомство с представителями. У нас было совершенно другое понимание тогда по экономике токена. Совершенно такое первичное понимание вообще по концепции. Но тогда концепция утвердилась. Буквально, наверное, за несколько часов, насколько я помню, мы общались вечером. Уже было решено, что конференция завтра. Мы пообщались в США. Потом нашли партнеров, которые также будут на этой конференции. Они сказали, что обязательно приезжайте. Мы вас приведем буквально именно за ручку по всем разработчикам. Тогда мне сказали такую отличную вещь, что когда эфир стоил 30 всего лишь долларов, что он до 100. Для меня это было что-то непостижимое. Я могу сказать, что я погружался в эту тематику. Вообще, где-то, наверное, с 2016 года, даже 2015 начал изучать. Но я именно как криптоэнтузиаст такой. Что-то попробовал, что-то наблюдал за историей. Да, тоже понаблюдал. Сейчас я четко осознаю и всегда доношу на наших планерках риски, что есть как ARS, такая именно финрегулирующая организация, как SEC, которые сейчас активизировались. И сейчас нужно очень серьезно подходить к условиям первичного размещения. Мы все это учитываем. И сейчас, когда у нас будет первично утверждена экономика токена, мы сначала все это обкатаем с русскими юристами. Причем русские юристы – это одни из корифеев, те, которые написали книги про ICO на тот момент. Еще сейчас не люблю и не принимаю это слово. Это именно Token Generation Event, то есть события генерации токена. И с этими людьми мы будем общаться, сотрудничать за баунти, либо за какую-то оплату. То есть это время покажет, но что-то мне подсказывает, это будет за баунти. Потому что, когда люди сейчас понимают то, что делается, и то, что делается именно синхронизацией с технологией, которая станет основой шестого технологического уклада, у них настает полное понимание. И несмотря на то, что это матрешка венчурная, венчур венчуре, есть желание помочь этому направлению. Почему помочь, друзья? Но это, наверное, та же стадия примерно, когда мы с вами начинали в 2014 году и были только картинки, визуализации. У нас и того нету. То есть вот первые презентации, которые вы видите, это действительно презентации, которые сформированы непосредственно под первые именно раскрытие информации по экономике токена, именно введение. Мы обязательно тезисы сформируем и переведем на основные языки, потому что многие задают вопрос, в чем заключается особенность и, соответственно, как действительно вкратце объяснить то, что готовится. Многие застряли на том, что Skyway Coin и так далее. И очень сильно сейчас пообращают внимание люди на ту составляющую. Я хотел бы открыто, потому что нет никаких секретов и нет никаких недолмолвок заявить, что действительно функция обмена обязательств на токены – это действительно как бы задача 30-40, но никак ни первая, ни вторая. Эта задача присутствует. Но, друзья, если меня спрашивают, когда мы сможем обменять обязательства на токен, я, друзья, не могу утвердительно ответить. И даже в процентах меня спрашивают, когда. Друзья, не знаю. Просто не знаю, потому что я не Ванга и не Нострадамус, и я не могу этого предположить. Объясню, почему. И это я объяснял на конференции в Екатеринбурге очень просто и доступно. Чтобы произошел тот факт, вот представьте то, что у вас есть токен, который вы приобрели, допустим, после размещения на именно окне, когда все уже могут приобрести, а не только потенциальный крупный инвестор. То есть вначале это будет для крупных инвесторов. Формируется на самом деле такой пул. Но мы всегда повторяем, что это венчур в венчуре, что это действительно то направление, которое сейчас параллельно с запуском должно запуститься сети Transnet. И это то направление, которое как именно экспериментальное сейчас закладывается. Вот представьте, что человек приобрел токен, и кто-то хочет поменять свои обязательства. Это значит, что человек, который приобрел токен, либо компания, которая приобрела токен, она должна обменять этот токен на обязательства. Если такого обоюдного желания нет, друзья, то здесь рынок, рынок спроса и предложения. Значит, пока этого не произойдет. Но, естественно, под обилием новостей и так далее люди будут понимать, что нужно будет диверсифицировать. Потому что сейчас мы сталкиваемся с таким нюансом. Те люди, которые уже, допустим, инвестировали в проект, либо те люди, которые такие вот именно уже пораженные инвесторы, я называю, крутые и так далее, думают, что дисконт у нас не особо интересен. Но они глубоко заблуждаются, потому что не особо интересен будет тот дисконт, когда уже финансирование головной компании будет завершено. И даже на 15 этапе он будет менее действительно интересен, чем сейчас. Это время настанет, друзья. Причем мы всегда находимся, сидим на таком стуле именно обратного отсчета. Потому что я всегда пытаюсь, спрашиваю у Виктора, действительно пытая Виктора, скажи, пожалуйста, мне визите арабов, мне и самому интересно. И даже информацию, которую я, возможно, не буду разглашать, она меня самого подзарядит. И я смогу эту эмоцию в первую очередь передать на вебинаре. Что сказал Виктор? Сказал, что действительно переговоры прошли на супер уровне. Все очень успешно. Но новости настолько бомбовые, что я не могу их произносить и говорить тебе без согласования лично Анатолия Эдуардовича. И не стоит забывать Индию, друзья, то, что контейнерные перевозки – это вообще триллионный рынок. И здесь не нужно перевозить пассажиров. То есть не нужно учитывать ряд факторов при сертификации азиатской. Контейнерное направление уже закладывается при текущем финансировании на демонстрацию. То есть дополнительно. И это нонсенс, друзья. Это действительно наш венчур войдет в историю всех венчуров, потому что на те средства, которые сейчас привлекаются, действительно столько направлений рождать. То есть это и сельское хозяйство, это и концепция уже закладывается линейных городов. Это и фермерство, это и действительно вот фактически создание тех сельскохозяйственных угодий, продукции, которые будет использовать транссервис, скайсервис для перемещения действительно экологически чистых товаров, яблочки, грушки. Я пробовал вот этот салатик. Это действительно супер, друзья. Вешенки. Это классно. Я живу в Челябинске, у нас недавно были проблемы с маяком. Иногда выходишь просто на улицу и лишний раз думаешь погулять или не погулять, потому что экология нарушена. И говорят даже о том, что, друзья, вот ситуация с маяком, она распространилась вообще на всю Россию. И, соответственно, это все будет оседать на почву. Что может возобновить почву на сегодняшний день? Только новые технологии грунтов, только именно реинкарнация вот этой мертвой почвы и действительно возобновление и восстановление плодородного слоя. Это дорогого стоит. Это просто бесценно, друзья. И это создается действительно в едином направлении, несмотря на разрозненность многих изобретений. Недавно общался с другом, который вернулся с Египта. Он познакомился с предпринимателем, с венчурным инвестором, с изобретателем, который какие-то фильтры создает и так далее. И чисто разрозненно применяет их на определенной территории. То есть зачем это рынку, непонятно. Здесь же готовится действительно, что можно сравнить только с интернет. При зарождении интернет, как вот было создано внутри агентств стратегических инициатив DARPA, то есть это как военная разработка, как закрытая разработка, действительно вот такая локальная разработка, которая разрослась на всю планету. И вы можете смеяться, допустим, что мы сравниваем с интернетом. Вспомните цифровое телевидение. Как аналоговое телевидение сменилось на цифровое. Огромное количество стандартов нужно было новых внедрить, но это произошло. И аналоговое телевидение сменилось на цифровое, потому что технический прогресс подтолкнул к этому. И, друзья, сеть Transnet, она уже родилась. Этого невозможно отрицать. Тот, кто это отрицает, просто недалекий человек. И то, что должно родиться направление именно в общих трендах цифровой экономики, токенизация. Что такое токенизация? Вот, друзья, есть замечательная у нас сейчас картинка, такая вот действительно показательная. И она раскладывает составляющие. Ну, естественно, дизайнеры у нас еще это все подправят, потому что путевая структура тут не очень так изображена, но понятно. То есть вот подвижной состав, путевая структура, станция, пользователь, токены, соответственно, хранение, передача этих ресурсных активов, этих квалификационных токенов. Сейчас мы не будем в это углубляться. Автоматизация, безопасность, очень много на самом деле критериев. И постепенно мы будем из вебинара в вебинар чуть-чуть на этом останавливаться. Это оцифрованные критерии бизнес-плана с заложенной прибылью. Но не с той прибылью, что как токен человек будет являться совладельцем каких-то акций, обязательств, долей. Нет. В этом мире это запрещено, друзья. И это очень серьезно сейчас регулируется. Сейчас уже не рынок Дикого Запада именно в крипто направлении, но строится, как я могу сказать, уже такой Техас. Поле уже чуть-чуть начинается регулироваться. И мы уже вот на этой стадии входим и должны осознавать, понимать, что функция токена должна описана быть в соответствии со всеми юридическими нормами мировыми. Потому что мы планируем привлекать именно внимание институциональных инвесторов. И в том числе инвесторов США. На сегодняшний день, друзья, рынок для США, Японии, Австралии, Канады. И если я там забыл какую-то еще страну, меня дополните, поправьте на сегодняшний день. Ай, Индию забыл. Индию вот именно в Skyway Capital. Skyway Invest Group сейчас вот как-то развивается, потому что у них там обучающие программы, у ИПы. Но на сегодняшний день у Skyway Capital сейчас вот готовится продукт. Вот эти все рынки на сегодняшний день для краудинвестинга закрыты. В том числе для этого создается платформа. Не в первую очередь для обмена. Просто выбросьте это из головы. Придет время, настанет время. И за обязательствами, я больше чем уверен, будут гоняться люди. Я непосредственно продолжаю докупать обязательства с бонусного, с акционного счета. Потому что это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет. И открыто это говорю. И, друзья, вот если бы у меня был бы выбор подождать до токенов, либо сейчас приобретать обязательства, я бы приобретал обязательства. Почему? 10% я бы отложил на токены. Если такая, допустим, у меня необходимость и желание есть, отложил бы. Но они бы лежали. И когда будет первичное размещение, так как такое желание у меня есть, я бы инвестировал. Но это желание абсолютно каждого. И я вам скажу четкую стратегию, которая работает. Скоро мы очень сжатый материал. Видео обязательно сделаем. Будем именно уже видеомейкеров на введение. Потом цифровая экономика. Это также дублировалось в видео, чтобы каждый на пальцах мог донести. Но для чего? Не для того, чтобы ожидать обмен обязательств на токены. Это знаете, зачем что-то сделать, если можно ожидать? Зачем вот что-то там информировать сейчас о SkyWay, если можно подождать и попытаться получать манную небесную на халяву? На русскую халяву, как любят все. Я бы тоже очень хотел часть своих обязательств, чтобы обменяли на токены. Но вы думаете, что токены они просто напечатаются, они просто намайнятся. У нас каждый токен будет подкреплен. Каждый токен будет подкреплен конкретной инвестицией на конкретные объекты изобретения, ноу-хау и отцифровку саму проектов. Не будет неподкрепленного токена. Соответственно, если кто-то хочет их обменять на обязательства, друзья, то у него должно быть такое возникнуть желание, и он должен встретиться на внутренней децентрализованной бирже, на том, о чем мы говорили уже в прошлом году и так далее. Но никто не знал, что это будет именно внутри блокчейн-платформы. Встретиться с участником этого рынка и совершить обмен. Друзья, вот тут просто поставьте плюсики, понятно или нет. То есть это 30-40 функция блокчейн-платформы, ту, которую мы сейчас закладываем. Это не первая, не вторая, даже не пятая функция. Может возникнуть тот фонд, тот игрок, который захочет вообще войти через токены и выкупить обязательства. Это, знаете ли, очень серьезная игра, когда мы входим на триллионный рынок, именно если говорить даже про контейнерные перевозки, когда Анатолий Эдуардович, причем это все продемонстрирует на экотехнопарке. И это при том финансировании, которое сейчас привлекается. Теперь давайте поговорим о вообще, что касается экотехнопарка и как это связано вообще с блокчейн-платформой. То есть каким образом часть инвестиций может быть абсолютно легально, абсолютно обоснованно, абсолютно объяснимо в первую очередь привлечена на экотехнопарк. Это была действительно такая стратегическая задача. И, друзья, вы помните, как возможно вот Анатолий Эдуардович именно вот буквально за несколько месяцев, это, наверное, рекордная скорость вообще в истории развития инновационного транспорта именно в виде промышленного образца создал к выставке на транс, потому что были жесткие, сжатые дедлайны, сроки юнибайк. То есть я действительно, я очень сильно, мягко сказать, тогда удивился. И сейчас поступил заказ от наших коллег, швейцарцы, которые сейчас вот планируют приехать. Помимо того, что построить туристическое направление, именно реализовать такую сеть передач продовольствия, товаров и так далее, почта, ну и вся сфера бытовых услуг. То есть сейчас вот такие вот простые аналогии, как прачка, как глажка, мы не будем делать и до абсурда доходит. То есть пишут, воспринимают серьезно, что только глажка будет использоваться в этом направлении Sky Service. Это направление, друзья, вот неокр этого направления стоит, ну по нашим оценкам и расчетам достаточно недешево. И поиск решения, как это направление реализовать и как это включить в существующую инфраструктуру, это научно-исследовательская работа. Это все может быть упаковано в виде интеллектуальной собственности и показано, как то направление, которое помимо этого также будет оцифровываться. Что значит оцифровываться, друзья? То есть вот сейчас у нас есть визуализация, сейчас есть понимание, сейчас можно показать, что значит в нашем плане оцифровываться. Так, где у нас Transnet? Минуточку. Карта Transnet. Так, друзья, сейчас вот минуточку добавлю, потому что я немножко потерял. Чтобы очевидно было и понятно, что значит оцифровывание и что в нашем плане. Сейчас, ну, чтобы вы знали, на опорах и между опорами на определенном участке уже находятся сенсоры и, соответственно, это та площадка, которая уже готова. Данные накапливаются, данные передаются, но пока они никак не токенизируются и дополнительно не делают делают именно вот новую капитализацию для адресного проекта. Что касается оцифровки проекта, то именно вот оцифровываться будет взаимодействие как подвижного состава. В данном случае мы показали именно вот наши юнитраки грузовые. И вы видите вот эти вот точки, вы видите A и B, это две станции, ну, такие вот условные обозначения. И, соответственно, вот по путевой структуре будет установлено, ну, как сейчас предполагается, через определенное расстояние сенсоры. То есть это именно физически установленные компьютеры, которые будут входить в сеть блокчейн, именно являться физической составляющей. Потому что откуда брать данные, их откуда же нужно, откуда-то нужно получить. И, соответственно, вот эти точки зеленые, которые вы видите в увеличенном масштабе, это будут такие вот так называемые чекпоинты. Откуда это слово? Чекпоинт это, ну, вот в формуле 1 в гонках круг, когда, допустим, гоночная машина проехала и достигла определенного этапа считается чекпоинтом. То есть, соответственно, каждый пройденный чекпоинт, он засчитывается в определенные баллы. То есть вот оттуда это все следует. Очень простое название на самом деле. Как финишная, прямая, промежуточная, финишная точка, промежуточная точка. Можно вот таким образом воспринимать. То есть специально это разжевываем, чтобы каждый понимал. Соответственно, между этими чекпоинтами, в зависимости от скорости подвижного состава, в зависимости от интервалов между движением подвижного состава, то есть максимальный, минимальный интервал это 2 секунды, будут специальные там тайм-слоты. То есть будет тайм-слот для часов пик, будет тайм-слот для раннего, утреннего времени, оно будет разное. И, соответственно, загрузка станции также будет на этот момент разное. И это все будет считываться через систему блокчейн. Этим будет заниматься именно оцифровкой этих процессов. Теоретически, потенциально, возможно, сейчас, потому что это все-таки венчур-венчуре, я всегда это буду говорить, потому что сейчас мы показываем пока что только картинки, слайды. То есть даже сайт пока что не запущен, но скоро будет, кстати, запущен. И да, кстати, надо показать тот слайд, где размещены названия сайтов. Обязательно также сохраните, следите, те, кому интересна эта информация за этими сайтами, потому что будут постепенно наполняться эти сайты. И, друзья, соответственно, вот как пользователи, к примеру, оплатил проезд, либо перевозку груза, пользователем может быть компания, ну, к примеру, контейнеры переводятся, уже начинается такой вот круговорот в блокчейн-схеме, который невозможен без Skyway, без участия Skyway. Но Skyway может существовать без этого. Но капитализация действительно может сформироваться дополнительная. И, друзья, вот сейчас, ну, действительно, мы с Сергеем Анатольевичем принимаем на себя роль таких вот евангелистов Transnet Space. С евангелистами вы понимаете, что делали. То есть различные были последствия для евангелистов. И сейчас такие вот очень разношерстные мнения на наш счет начали появляться в социальных сетях непосредственно на своем аккаунте ВКонтакте. Такая вот как публичная доска. Я ничего там не закрываю, не комментирую, комментирую все, что желают. То есть ничего не удаляю, пускай там даже нелестные какие-то нецензурные выражения будут. Потому что мы привыкаем действовать в открытом пространстве. И каждый сможет посмотреть на GitHub, что мы делаем и даже каким образом мы пришли к логотипу, каким образом у нас все обсуждалось. То есть будут открытые репозитории, они уже есть. Вы все сможете проследить, на каком этапе находится наш проект. Но, друзья, я хотел бы остановиться на такой важной ноте и составляющей. Вспомните, что есть то, что мы сейчас инвестируем, обязательства, которые в будущем станут акциями при получении первых прибыли компаний. Это консервативный рынок, который безотказно, который беспроигрышно, который преодолевал все глобальные экономические кризисы, но существует уже 300-400 лет. Да, сейчас есть такие уже мемы и афоризмы, что вот уже кажется смешным за три года получить 300% прибыли по сравнению с теми прибылями, которые сейчас можно получить в криптомире. И при нашем токене, возможно, можно получить, но, друзья, никто не отменял действия китов. А кто такие киты? Это не те добрые животные, которые плавают в океанах и морях. Это те крупные инвесторы, которые объединяются в специальных чатиках и могут, когда человеку кажется, что он на подъеме, он сейчас купит токен, либо наоборот продадит, они манипулируют рынком. И, соответственно, может произойти обвал и очень будет нелестно, когда человек инвестировал на одну сумму, а проснулся на следующее утро, он уже в глубоком минусе. Вот в этом называется волны криптовалют. Вы должны обладать именно качеством трейдерства, обладать теханализом, быть настоящим серфером, серфером на этих волнах. Но если у вас таких навыков нет, а у меня их нет, я не обладаю теханализом. Я обладаю анализом на основе предвидения, своей интуиции и так далее. Ну, некоторые вещи угадал и очень хорошо угадал. Именно на основе новостей. Нужно быть всегда в потоке. Естественно, я сейчас уже давно не в потоке. Только самые главные новости. Наши сподвижники сбрасывают по блокчейн тематике. Сейчас глубоко мы именно в своем направлении. И, друзья, иначе эти волны вас опрокинут и вы просто в трубу попадете. Этой волны вас закрутит и неизвестно, выплавите вообще или нет. И с какими потерями или доходами. Что есть рынок акций? Рынок акций есть действительно вот такой консервативный инструмент. И сейчас многие те, кто сейчас вот фонды там и так далее начинают инвестировать в биткоин, в криптовалюты. По эфириума, кстати, я могу сказать, это одна из причин, почему мы фактически, наверное, через полмесяца даже, когда меня с корифеями именно на российском пространстве познакомили, кто не первый, не последний человек в парите, кто не последний человек вообще в эфириум сообществе. Мы сразу отказались практически от эфириума, потому что это неэффективно для нас по будущим масштабируемости сети. То есть для нас это как минимум больше сотни тысяч транзакций в секунду нужно. То есть вы представляете, все подвижные составы, каждые две секунды все общаются между собой. И вот этот круговорот, действительно, обмена ресурсных токенов происходит. Это сумасшедшие объемы. И сеть эфириума могла просто лечь, как это происходило при многих первичных размещениях. И вторая – это безопасность. Причина. То есть сегодня вы можете посмотреть, есть замечательная статья, это также открытый абсолютно доступ, информация, что обнаружен бак в эфириуме кошельке. И, соответственно, на 600 тысяч эфиров сейчас заморожено средств. А это, на минуточку, это примерно 180 миллионов долларов. Ну, так вот, как бы чуть-чуть. Чего нам хватило бы для запуска и для начала строительства уже гиперскоростной линии. Друзья, вот такие сейчас вот мерки и масштабы, что… А что могут сделать эти люди? Заморожены. А какие гарантии обязательства? Никаких. Аж куда они могут пойти? В суд какой-то? Это блокчейн. Никаких судов здесь нет. Суды могут быть только если токены, допустим, приравнять к акциям. И это абсолютно идиотское будет решение. И когда вот у нас промелькивает на мозговых штурмах, сразу приземляем на землю и говорим такую фразу. Хорошо, ты можешь взять на себя ответственность, но тогда, если что, отвечать перед финансовыми регуляторами, которые церемониться не будут абсолютно. Будешь ты. И у человека сразу это желание абсолютно пропадает. Поэтому, друзья, стоит понимать и диверсифицировать консервативный рынок акционный и токенизацию. Токенизация, да, сейчас опережает время и действительно в будущем теоретически она может заменить IPO, а может и не заменит. Откуда мы знаем? Сейчас многие, несмотря на то, что у нас смартфоны появились, многие, я знаю предприниматели, он пользуется сугубо кирпичом Nokia. И этот человек не зарегистрирован абсолютно ни в каких социальных сетях. Это достаточно как бы интересный молодой парень, который владеет несколькими бизнесами. Он отключен от этого, потому что ему это не нужно. И поэтому, друзья, диверсифицируйте именно то, что вы планируете. Мы не можем вас отговорить, инвестировать, не инвестировать, потому что эта информация уже дана в чатах. Я лично, честно признаюсь, когда я находился в поездке на Бали, я был удивлен, что эта информация была так вот обнародована. Но Сергей Анатольевич, как обычно, предвосхитил и выстроил заранее стратегию, потому что, возможно, было бы поздно, когда начали бы делать вот эти скамы и действительно нам нечего было бы ответить. У нас не было бы записи вебинаров. И сейчас, друзья, когда кто-то сделает скам, всегда у нас будет что ответить. Мы просто откроем страничку в гитхабе, наш свежий репозиторий по сайту, к примеру, или по экономике токена и скажем, посмотрите на дату. И вот здесь, друзья, это действительно новый этап, который помимо патентов и так далее, то есть блокчейн, интеллектуальная собственность, она фактически не патентуется, это другой мир. И, друзья, будет обязательно две составляющих, потому что некоторые адресные проекты, они будут оцифрованы, а многие в начале они будут развиваться именно в реальной сфере. Потому что стоит убедить еще владельца порта, естественно, мы это постараемся абсолютно сделать, выстроив фреймворк, то есть именно модель, как моделируется и как составляются алгоритмы, как работают алгоритмы экономики токена именно для перевозки контейнеров внутри и между морскими портами. Мы это покажем, но примет это заказчик или нет, это рассудит время, друзья. И поэтому это, да, перспективное направление, но, а, я повторюсь и еще раз повторюсь, это 30-я, 40-я, может быть, даже 50-я задача, вариант обмена обязательств на токены, потому что каждый токен будет подкреплен реальной инвестицией на реальные вещи и объекты, и ноу-хау, и научные исследования, создание технических образцов, моделирующих систем внутри цифровой экономики. Могу пересчитать очень долго. Но, что определенно, друзья, мы закладываем, что действительно направление TransService, заказчиком является именно сообщество, можно сказать, ориентированное на блокчейн, потому что это будет понятно и для нас это, друзья, та неохваченная сфера, в которую мы сейчас входим, уже стучась так немножко в дверь и говоря «Привет, Амазон, Алибаба» и подобное вот Uber Eats, что сейчас это доставка еды, доставка товаров, то есть внутри сети TransNet это будет происходить абсолютно закрепленным образом, абсолютно достоверно, абсолютно подтверждено, абсолютно с узнаваемым и не то, что узнаваемым, а зафиксированным и качеством, которое можно проверить. Поэтому тот, кто любит ГМО, будет заказывать ГМО. Тот, кто любит хорошие яблочки, может быть не такие красненькие, будет заказывать такие яблоки. Это будет выбор рынка. И выбор действительно рынка будет в будущем инвестировать в обязательства адресных проектов, которые при выходе на прибыль станут акциями посредством краудинвестинга 1.0. Либо выбрать, если, допустим, проект одновременный и токенизируется, и покататься, попробовать вот на этих волнах. Либо действительно относительно долгосрока. Долгосрок в мире криптовалют это несколько другие промежутки времени, то есть там полгода, год. Это максимум. Это, соответственно, когда запустится адресный проект и токеном адресного проекта в обмен на базовый актив, то есть базовым активом можно будет оплачивать проезд, покупать, кто любит квас, кто кока-колу, кто пиццу, кто пирожок, жить полноценной жизнью. И действительно уже наш базовый актив внутри сформировавшегося проекта будет единой расчетно-учетной единицей как транзакции внутри цифровой экономики, так и транзакции внутри реальной экономики. Это и есть та синхронизация, про которую мы говорим, друзья. Поэтому у нас будет один ответ для тех людей, которые в мире крипто-сообщества, возможно, будут смеяться и говорить, что ребята, куда вы суетесь. Один слоган, один ответ, что мы должны объединиться. И на наш взгляд именно Transnet технология, именно Skyway технология и формирование в виде цифровой экономики уже унифицированного пространства взаимодействия всех объектов внутри Transnet. Мы не представляем даже, насколько много будет функций. Это рука помощи той криптоэкономики, которую колбасит, на которую наезжают регуляторы для того, чтобы она повысилась с 150 до 200 доходит миллиардов долларов. Уже начало так вот серьезные игры играть уже с реальной экономикой. Мы не видим других проектов, которые могут это реализовать, потому что все проекты разрознены, а мы должны объединиться. Благодарю, друзья. Я надеюсь, что по обмену обязательств на токены я ответил и таких вопросов больше не будет, потому что это далеко не самая важная функция, которую сейчас реализуется команда, подготавливая к выходу в свет блокчейн-платформу. С большим удовольствием и с большим интересом всегда все слушаю. Поэтому, друзья, я в завершение просто могу сказать, что относиться можно к этому как угодно, но время этого пришло. И если мы не будем участвовать в этом направлении, подтягивать его под себя, то есть ряд процессов, которые просто рано или поздно ставят проект под вообще риск существования. Поэтому, друзья, время цифровой экономики пришло обсуждать и говорить, что это абсолютно глупо. Мы, соответственно, то, что создаем и мы должны объединиться, это сегодня абсолютно очевидный вопрос для всех, то есть мы должны объединиться, чтобы решить вопросы экологии, вопросы безопасности и общей мировой экономик, которая сегодня есть. Это, друзья, деление времени. И то, что мы создаем единую сеть транспортную мировую, мы создаем единую информационную и энергетическую коммуникацию, единую сеть адресных проектов. И то, что на это накладывает единая система расчета, это, друзья, по-моему, абсолютно и очевидно, и сегодня, скажем так, уже не то, что лежит на поверхности, а уже реализуется. И единственный вопрос, который стоял перед нами, когда мы начинали этот процесс сделать, что сможем ли мы действительно сделать инструмент, действительно мы блокчейн-платформу, которая соответствует уровню транснета, который соответствует уровню проекта SkyWay, который соответствует уровню инженерных решений инженерной школы Юницкого. Вот это, конечно, был вопрос, были сомнения и сейчас у многих сомнения, но исходя из того, что сегодня уже сделано, исходя из того, что те результаты и та команда, которая сформируется, можно сказать, что однозначно да. И мы действительно создаем продукт, делаем продукт на высочайшем уровне, на высочайшем уровне требования самых изысканных, скажем так, требователей или самых изысканных участников этого. Друзья, реальную экономику, то, что мы сегодня оцифровываем Transnet Space и мы сегодня для криптосообщества вводим абсолютно новое понятие и технологических укладов и мобильности 2, 3, 4, 5, 0 и токенизации, соответственно, расчетов и экономику самих токенов, которая идет не просто из абстрактных цифровых расчетов, а из реального организации. Токенизация – это действительно… мы сейчас делаем. И тут много задавали вопросов. Ответьте, пожалуйста. А, ну тут некоторые вопросы были, тут у Ленинка все спрашивает, что со скоростной. Я 10 раз как бы ответил, что, друзья, как вы думаете, что можно взять и построить там даже за полгода, проектируется под нее, отведена земля, идет закупка. Морси, секретарь и Франтишек, они как раз сейчас на заседании этой палаты Европейской, Словакской, Арабской палаты, поэтому делают это одно из направлений, друзья, их было много и сейчас ведется, и они готовятся опять визит сюда. Поэтому, друзья, векторов, которые сегодня движутся, их очень и очень много. И я уже вначале сказал, что не показывать какие-то из них это глупо, потому что они происходят. То, что какие-то векторы на какое-то время уходят, прорабатываются, потом всплывают, это тоже, друзья, очевидно, что это тоже так же, как ловили вопросами или там пытались, где ротхук, где ротхук, что ротхук делают. Видите, Юницкий слетал в Австралию, и сертификаты, и проекты, и работа. Поэтому все, друзья, идет в абсолютно разных направлениях. Она настолько разноплановая, как мы уже говорили, о каких-то вещах мы можем говорить, о каких-то не можем говорить. Но общая наша задача, это мы всегда подчеркиваем, что информация это неофициально с точки зрения доведения информации головной компании, и лично Юницким, и лично Бабуриным. Но, исходя из того, что мы находимся в самой гуще процесса, из-за того, что мы ведем абсолютно многопланную работу, то каждый из вас может относиться к нашей информации, как мы доводим, сугубо лично. Поэтому как-то тут даже пытались анализировать наши вступления, переназовывать. Большинство, все, что я говорю, оно не сбывается. Я хотел бы спросить, кто это написал, выйдите в мою личку и назовите то, что я называл, и то, что не сбылось. Это вот я бы хотел и пообсуждать, и к этому относиться. Видите, даже сейчас я тоже прошу, друзья, отнестись очень серьезно к словам о том, что, скорее всего, в этом году смена дисконта произойдет. Поэтому, друзья, назовите мне, когда было по-другому, что я говорил, скорее всего, произойдет, и это не происходило. Ну, вот, друзья, давайте на этом с вами заканчивать. Вечерних вебинаров мы сейчас с Алексеем вести не будем. Следующий вебинар у нас, скорее всего, будет идти из Минска, потому что график складывается таким образом, что и я, и Алексей, мы будем на встрече с очередными партнерами в Минске. Но, как всегда, друзья, тут уже мы к этому и приучили и главную компанию, и лично Артуда Арченицкого, что, как говорится, визиты визитами, война войной, а вебинар по расписанию. Поэтому вебинар следующий в час, неважно, где мы там будем, на заводе, на производстве, или в экотехнопарке, или в конструкторском бюро, мы с Алексеем вебинар в час всегда постараемся. То есть должно произойти что-то абсолютно такое неординарное, чтобы мы, во всяком случае, кто-то один из нас, или Алексей, или я, не провели вебинар. Поэтому, скорее всего, в моем следующую среду в Минске, с Минска откуда-то проведем. Поэтому, друзья, сейчас абсолютно я согласен в комментариях, что время, друзья, сейчас идет настолько колоссальное и настолько быстрое. Вот эти умники, которые сейчас задают вопрос по этапам, по меморандуму. Друзья, я сразу этим же умникам задаю вопрос. Друзья, а что в этом меморандуме был прописан Unibike, а что был прописан TransService, а что был прописан охранный модуль, или то, что сегодня создается своя платформа, которая сегодня выводит на новый уровень взаимодействия с новым финансовым миром? Нет, друзья, мир развивается настолько быстро, что однозначно можно сказать, что мы создаем новую отрасль, и она создается быстрее, чем мы себе предполагали. Раз, что все финансовые инструменты, которые должны быть сопутствующими, они развиваются в ДЛ2. И тут опять же задают вопрос, что по внутренней бирже и по электронной бирже. Друзья, все будет, можете не переживать. И все именно в те сроки, которые были указаны в этом меморандуме. Поэтому, друзья, опять же, те машины новые, которые сегодня создаются, потому что, друзья, еще раз завершая могу сказать про Unicar, вот это трехсекционная, а со временем семисекционная гусеница. И вы даже, друзья, не представляете, как в какой этой гусенице суждено будущее, и что это за бизнес, и как она будет развиваться, делаться, что. Друзья, там многие надо мной смеялись, когда там на юнибайке или в собственном юнибусе в Париж джакузи. Вот сейчас я могу припомнить эти слова, друзья. Пройдет очень незначительное время, и я обязательно напомню эти слова, скажу, друзья, вот теперь можете смеяться по поводу сауны или джакузи в Париж. То есть, действительно, друзья, можете потом просто будет уже не так смешно, как вам кажется на первый взгляд. Поэтому эта многосекционная гусеница, друзья, нам столько интересного покажет. То, что она на этой же гибкой легкой путевой структуре, это как раз говорит о том, что система настолько универсальная и настолько интересная, что сейчас даже это невозможно было предположить, когда это начиналось изначально. Поэтому, друзья, я думаю, что это будет. Друзья, давайте, как вы видите, мы по времени чуть-чуть добавляем с Алексеем, потому что в один вебинар очень много информации, так как он больше сегодня рассчитан на информативную. Значит, опять же, рекомендуем, ну, мы по всем ресурсам выложим уже потом конспектуальную его часть со вставкой всех ссылок, роликов, фотографий, все, что упоминалось. И, соответственно, это будет переведено еще так же, как минимум. Начнем с 11 языков, таким образом дальше будем двигаться. Поэтому, друзья, давайте до следующей недели. На этой неделе у нас первый раз у меня за 7 недель, когда на выходные я никуда не еду. Вот, следующий выходных зато будет, точнее, на следующей неделе зато будет 2 сразу, тренировки, поездки. Но, друзья, сейчас то время, когда нельзя не расслабляться, нельзя не снижать темпы, потому что общение и работа с инвесторами только набирает обороты. Вот, соответственно, то направление, которое сейчас развивается, оно вызывает огромнейшие интересы, надо вести огромную именно разъяснительную работу для того, чтобы было понятно, что и как. И, соответственно, друзья опять же задают вопросы. Мы сами четко понимаем, что то, что мы сейчас делаем, это должно не то, что в разы, а многократно увеличить приход инвестиций в Skyway. И, соответственно, это капитализация уже тех пакетов, которые мы с вами сформировали, владельцами которых мы являемся. И здесь, друзья, еще один очень важный момент. Алексей его три раза повторил, чтобы вы все запомнили, что обмен обязательств Skyway это не та задача, которая стоит. И еще, друзья, что прошу, чтобы вы все это понимали и, соответственно, вы к этому относились. Держать и инвестировать в обязательства Skyway это и было, и останется, и будет в будущем самое эффективное вложение, самое выгодное. Потому что мы, друзья, как раз отстроим всю систему так, чтобы владение акциями Skyway это было самое выгодное инвестирование. И так было. Еще раз скажу, друзья, так будет. Чтобы никто не подменял эти понятия и чтобы никто не пытался спекулировать на соответствующие вопросы. Ну все, друзья, так, метаплатформу говорили запустить в ноябре. Во-первых, друзья, никто не говорил, что в ноябре мы говорили ноябрь-декабрь. Это раз. Платформа, в общем-то, она сейчас уже работает и первые, соответственно, как мы уже начали еще больше месяца назад. Другое дело, друзья, сейчас стоит вопрос, когда будет первое размещение токенов, то есть когда выйдет первое ТЖЕ. Соответственно, этот срок мы сказать не можем. Это начало следующего года, а когда это будет февраль, март или может быть по каким-то причинам будет принято решение апрель, а может быть и еще позже, это, друзья, идет работа сейчас со специалистами и по мере того, как мы будем понимать, что абсолютно готовы и соответственно мы подошли к тому, чтобы именно запускаться и стартовать. А опытная, друзья, эксплуатация, она уже идет, но это пока техническая отработка. Все, друзья, давайте на этом мы с вами на сегодня будем заканчивать. В Фейсбуке и в Инстаграме мы с Алексеем сейчас начали новую и очень активную работу, поэтому, как вы видите, вся информация и дальше все информационное поле мы постепенно, постепенно будем развивать и показывать. Все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok